Но в таблице мы видим чуть иначе. Идут Нозенлайтс, Амакин и потом Нави. Ты видишь, какая разница с первого по пятое место? То есть у одного 3-0, а у следующего 1-8. Практически в два раза больше килов делает Orange. Понятно, что это сейчас маленькая дистанция, и статистика вещь капризная, но... Ну, а знаешь, в чем еще нюанс? Это индивидуальная статистика. А командный-то результат у нас немножечко другой. У тебя может один игрок из команды выделяться, но общий командный результат, он не столь высокий, как бы хотелось, по сути. Просто знаешь, если ты килл-лидер, ну вот у тебя среднее количество убийств большое, то, скорее всего, команда у тебя тоже в каком-то нормальном положении. Потому что я не помню ни одного случая, вот такого статистического, чтобы кто-то килл-лидером был, какой-то убийца людей, прям нереальный. А в итоге команда его там на восьмом месте услала. То есть они постоянно где-то там вот в топ-3, в топ-5 присутствуют, эти коллективы. То есть, ну, если у тебя есть возможность убивать, а у тимейтов нет, ну, как-то странно, наверное. Нет, ну, мы, допустим, некоторые хайлайты видели, да, что у Orange'а позиция просто была лучше в определенных моментах. А там дальше уже как... Ну и Na'Vi находится на третьем месте. То есть не просто так все. Да, все не просто так, но просто Orange реально выделяется по статистике сейчас. И на нам об этом и говорит эта статистика. Так, ну и у нас правый круг, собственно, на Ирангеле. Посмотрим, как его теперь разыграют коллективы. Было приятно, наверное, командам, которые лутаются на Жоржопле, Приморске и так далее. Ферри-Пири, Гадки. Теперь будет приятнее игрокам, которые лутают Мильту, Липовку и прочие лут споты, которые находятся у нас на востоке карты Ирангель. И, видимо, то, что фейсклан забирают Липовку плюс Призон, а вот Юнити решили на Мильту не лететь. И забирают для себя левый берег Ирангеля. И не угадывают здесь с высадкой своей придется еще ротироваться через все коллективы. Показывает нам Натус Винсера. Можете опять видеть замечательные лица четырех игроков. Кстати, давай отметим, все играют, да, в каплях. Так это давно уже. Не, ну дома-то можно не в каплях играть. На Лане понятно, что ты в капельках сто процентов играешь. Мне кажется, у большинства игроков как раз привычка с Ланом. Вот появилась такая. Потому что в каплях, если честно, не обращал особо внимания, но... Хотя, ну, не знаю, если это какое-то имеет значение на самом деле или нет, но... Ну, шумоподавление, то есть... Типа капля, а сверху обычные уши, ты имеешь в виду? Ну, обычные уши как микрофон используют, понятно. Ну, плюс микрофон и плюс дополнительное... Что да, все-таки уши там достаточно хорошие вот у парней были. Я имею в виду, которые большие, да? Не капли. И все равно используют боссы. Не только. Там и хайперы, и боссы, и разные уши на самом деле. Ну, у нас у Свинсера у всех боссы сейчас были. Наверное, не буду спорить. Видел разные. Вот на кого обращал внимание, либо, может, на трансляции кому заходил. А так, у нас счастье-то появилось такое, что мы можем вебки наблюдать во время игр только сегодня. Все остальное, это там, если заходил кому-то на трансляции, если на кого-то подписан из ребят. Только там можно еще разглядеть, что у кого по ушам. Тем временем у нас диваны, кстати, забирают позицию, где TRSM-ы любят лутаться. Я вот все, опять же, я вижу какие-то споты, да, лут-точки на старте у команд. И я сразу вспоминаю, кто здесь может находиться и чем это может быть чревато, да, в дальнейшем. Поэтому сразу хочется рассматривать в перспективе, куда могут смещаться команды и понимать, что для них будет хорошо и что плохо. Ну, как они смогут динамично реагировать на эти изменения. Я вот и говорил, как адаптироваться, да, в эти ситуации. У нас в сторону уже shift-w выдвинулись бетерлаки, простите. А вот бетерлаки-то как-то едут очень откровенно. Прям на инскрисах. В инскрисах просто влезет. На водную ферму заезжают ликвиды, заезжают на картошку плюс-минус. Классическая история, при том, что будет остановка на картошке или нет, мы посмотрим. Сейчас они могут как на картошке стопнуться, так и на саму вот эту горную дорогу выехать. А с этой горной дороги мы помним былые времена, ликвиды работали очень отлично. В голдбе перевернулась машина, Артур также здесь находится рядом с ним. Досю на подъеме в гору перевернули. Умеют, могут. И пока высматривали ликвид, ликвиды высмотрели их. И теперь три ствола из тимликвид направлены в сторону оппонентов. Но самим тимликвид тоже не стоит здесь засиживаться, потому что могут подтянуться кто-нибудь из конкурентов. Джимсу перевернутый в машины колесо. На всякий случай. Я зарубил. Мало ли там крат там есть где-то у Артура за спиной. Хешкой вдруг перевернет когда-нибудь. Может быть машиной будут переворачивать? Мало ли? На Верочку, на Верочку. Чтобы не уехали. Колесо сбил, да? Так. Данимон. Данимон опустил Данимона. Хорошо. Большего тиммейта здесь может Оранж. Мог точнее подкушить. Опасность в том, что Данимон скажет, а тут фри. При том, что он едет через позиции нато Свинсера. И там за ним едет Сет. И Сету бы сейчас не падать. Уже готов стрелять не только по нему Оранж. Там рядышком находится еще и Бестолач. Тап сеней заезжает на ангар. Слушай, сейчас могут в бутере, а как раз там между игроками команды Натус Винсера два игрока Юнити и Сет и Данимон. Они уезжают на мост. Хорош, хорош, давай на Соснивку. Просто сейчас информация есть, что два автомобиля только проехало. И вот когда поедут пока молодой с Херузеном, уже могут быть отличной позиции. Нет, все-таки начали обстрел здесь по Данимону, по Сету. И в спину будут Юнити как раз Нави заезжать. Нави, может быть, хотели также ротацию совершить? Ну, уже пока молодой, должны как-то немножечко изменить свой вектор движения. По крайней мере, Зеточку прожать, двигатели заглушить. Если не хотят нелетального исхода для себя и добротации. Ого! Что с транспортом? Сбой в матрице. Просто какой-то коллективный сбой. Ну, в общем, бывает. Нормально, да. Аля Пляж путешествует. У нас с ребятушки из Юнити. Ля Пляж? Это на французском пляж. Да-да-да-да. Ля Пляж. Аля Пляж. Сейчас был Хьюз по фейту дал ног и как раз таки пытается его закинуть. Начинает пуш в сторону игроков команды Тигет. Четко. Тендерлост выпал из окна. Нормально по нему сработано. Контролирует парни. И что? Будет дальше Хьюз падать или нет? Пытается все-таки найти возможность. Должны тиммейты. Хорошо подкинули. А язычку есть информация на Хьюз отлично и хочу ставить кисику. Кисик в Ноке. Кисик пытается заползти кодмарку. Заходит прям в спину. Ухо зашел в фарево. Хорошо, Арктикс перестрелял в фарево, но кодмарка в то время зашел. Очень неудобно. Он последний. Он последний. Только мы перестреляет фаулк. Нет, все-таки. Категеты справляются с игроками бетерлок на кстайм. Минусы. Нокнутые. Да, все нокнутые. Заработали поинк. Нет, я имею ввиду, что никого не добили. Да, да. Ой, да, у бетерлоков, конечно, не получается. Реально бетерлок на кстайм. И последнюю игру сегодняшнего дня заканчивает не очень хорошо. У нас парни из СНГ. Так, адепты фура Стонда пытаются к Ясной Поляне куда-то проехать. Точнее пытаются занять бывшие желтые дома между Ясной Поляной и Компаундом Ликвидов. А Юнити через Сосновку все-таки перебираются. Да, у них там никого не будет по дороге, поэтому все нормально. Через Картоху заезжают на Тусвинсера. Ликвид все еще располагаются на своей горной дороге. В принципе, это их классическая схема, от которой они одно время отошли. Они не распро... Ну, по крайней мере, на скримах. Они Картоху ездили, а дальше просто куда-то там уезжали. Хотя эта дорога их была самая излюбленная место за последние несколько месяцев. Как у каких-то там тех же других турниров полгода назад еще. И вернулись немножко к старой мете. Фейс Клан начинает переезжать у нас в сторону Шелтера. Блэйзы с него и не уезжали. И многим не нравится Шелтер. По крайней мере, точно знаю, что Батуллин не любит Шелтера. Соответственно... Шелтер – мое любимое место вообще. Обожаю. Серьезно? На Эрангеле, да. А, прикольно. Абатуллин, наоборот, очень не любит это место. Поехали адепты, поехали имфорс. Все пытаются забиться поближе к Шелтеру. Но опять же, Шелтер не ошибка, но не ошибка вообще Дом культуры и бабочки. Их отлично забирают Амакины. Просто здорово. Двойка в бабочках, один в Двойка в Доме культуры. Никто их там, как говорится, особо... Нет, стоп. Да. 2-1. Амакина уже была потеря. Эйфорд. Что тут? Да, нормально. Не потеряли. Игроки этого коллектива, не поделили поле, просто не смогли нормально проехать к нему. И сразу попадают под обстрел. А здесь шифт W из Крис находит игроков команды Фейс Клан. Пострелял, откинул там... Что это хаешка бывает? Да, хаешка, но немножко подскакивает от входа от 4-го. Так, вот там Форс приезжает на расплитанного игрока Фейс Клан, на Эйдзе, по ним настреливают. Там тебя дает ног по Сенексу, Эйдзе здесь добрались. Смоки открываются, Сенекс. Не видно, сколько хаоспоинтов из-за красного. Красное на красном вообще ничего не видно. Но раз тиммейты не суетятся, значит, еще есть. Да-да-да, я же говорю, тиммейты не суетятся, значит, все еще присутствуют. Амакины хорошо, при том, что это с бабочек ведет стрельбу у нас... Ведут стрельбу игроки Амакины Спортс. Спортс, прошу прощения. Дальше у нас под Призоном в новых окопах, новых траншеях расположились игроки команды Адептов. Форс мы с вами видели где. Иван перетягивается уже точно к своим тиммейтам под Шелтер. Нотан Лайтс на камнях Призона практически расположились. Ну, чуть-чуть южнее камней, по факту. А Дип с Перфектиксом забирают вообще лесопилку, при том, что широко сплитом эти геты по-прежнему находятся на позициях над Мильтой, севернее в кемпах. У нас тут выбивают докзера, очень здорово пострелял ноки, хороший нок. Единственное, да, все, филал засекюрил этот поинт. Ну, а юнити обнаружили эти гетов и потихонечку работают по ним. При том, что сет крутанул вообще восточнее. Он сейчас практически доехал до Малого Завода. Ну, по направлению Малого Завода. На краю Белого Круга сейчас будет. А Ликвид спустились вниз, напротив Shift-W. Очень интересно, как эта зона будет развиваться. Потому что сейчас, ну, даже при такой большой зоне, по сути, у нас вот края заняты. И куча дефолтов, очень куча дефолтов. Редлайн сидят, меншн, плюс трюки, эндс. То есть у нас так сильно центр, он не набит, квотность не очень большая. А позиции нет, вот в чем вся беда. Да, после прока следующего круга, как у нас будут вести себя коллективы, очень интересно. А прок у нас будет совсем скоро, буквально сегодня. Михаил, как, как, как? Агрессивно. Как еще тут себя вести придется? На самом деле, да, очень интересный будет прок. Потому что слишком много дефолтов может разыграться от этого круга. О-о-о-о, Ликвиды-то что-то знают. Да, и Shift-W тоже. Ну и для Юнити неплохая история. А Нави, видимо, имели информацию, что ферма свободна. Потому что ТАП туда ринулся просто моментально, как только был прок круга. И Джимс опережает Джимса. Опережает, Джимс разворачивает и уходит назад. Плюс ТАП начинает в разные стороны постреливать и говорить всем, что здесь занято тем самым. Может просто мисклик об монитор ударился, знаешь, как бывает. В четыре стороны. Фура, нашел он здесь M-Force. При том, что на первом этаже у нас кучкуются игроки команды M-Force. Это очень неприятный Гарик. Как и большинство Гариков. Тебя просто как в Аквариуме. М-Force, у них аутов, тоску бы и нет. Нужно кучу смоков выкидывать, пробовать как-то в сторону поля выходить. А там Амакины будут расстреливать. Ну, они сегодня покиняли это время. Все, сейчас молотовым заходить. Молотов есть? Подкиньте, братаны, кто-то подкиньте, молотов я закину. Да, не в тем же стоять издалека на среду. Ой, там под бумаж попадает Филлоу и Синистра и Сини. Потрогал мы сфилло, пустеливать. Все-таки Рафу, ног есть. А Синистра даже, наверное, и резать-то неудобно, потому что пуш все еще осуществляется. Там еще одна сложная драка. Картинка в картинке нам показывает, как диваны воюют с игроками команды N-C. Нормальный дает лог парни. Еще подключились за магида как раз на третьей стороной. Да, хаишечки прилетают от адептов. Наконец-то пришли кто-то там с гранатками, гренадеры. При том, что есть еще и ног в сторону игроков команды Адепт. Сеникс еще жив. Рафу добирает у нас Филлоу. А что, все? Адепты это все? Филлоу? А, понимаю. Давай. Там гранаты Атамакин прилетают и в итоге назад зашел Филлоу. Он выбегал от гранаты от Сеникса. Да, он думал, что граната, которая взорвалась от Атамакина. А Атамакины набирают поинты. Посмотрите, они вторую строчку удерживают. 60 поинтов у них есть, при том, что хороший сплит. Да, они не в зоне, но они уже здесь два поинтика себе заработали, при том, что это емте. Они сюда специально подъехали, именно по форме. Правильно, здесь никого нет. Подлетели сюда. Да, так вот, Энс едут. Кстати, а это фри-пойнт и едут, по сути. Если сейчас емте... А они в наглую быстрее, как через камни залетают. Ой, как красиво Энс делают. На самом деле, это очень красиво. Влетать они будут в Батулина, ну, либо сместятся проверить. Да, полетела граната, минус 7, против и предыдущей гранаты. Апокалип падает от фастфейза, сразу же добирает его игроком от Фейскланды. Немон там в Ноке от Айвас, Атикзу, также в Ноке от Киля Кайши в W. Ой, как же сейчас Юнити попадают под... Оу, макуру, 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 добирается. Четко, четко, просто четко сработано, Энс отправляется на 13-ю строчку. У нас Юнити попали под жесткий перекрестный огонь. Сет перемещался, сейчас вот как раз таки он с домов южнее фермы был один там. Ничем он не мог помогать своим ребятушкам, которые на домах на КПшечке обосновались. Ну и заезжая тем временем сет в складку, которая единственная в зоне. Складка, турецкая складка, можно так сказать. Турецкий low ground, еще можно его так называть. Ну и тиммейты его разрезались, должны также перемещаться. Показывает нам диванов, как диваны просто врываются практически в центр игрового круга. Да, с другой стороны, ну втроем находиться в этой будке очень страшно. Эти геты! Что? Это просто краш четвером! Отлично, Нотен Лайс, отлично контролирует, фрэм забивает кодмарку, спайлера забирает кодмарка. Друга, ты, кто мобилит, уже горят! Все горят! Отпадание нужно, чтобы всех... О, Нотен Лайдс! И плюс еще! Как же подфармили Нотен Лайдс! Ицкриз в Нокии, а не в Нокии, это он был просто лукоповый, это камера, простите. Все, извиняюсь, Джинс ему немножечко там привет и передает. Ну и Батулин, ты посмотри, где располагается Батулин вообще на Гарике. Тиммейты его за зоной. Кстати, для Нотен Лайдс не самая легкая сейчас будет ротация. Посмотрим, как они будут ее совершать и какое направление вообще выберут. А Редлайн и пытаются заехать. Вот-вот, Нокии будут, там Зокер сильно просажен был, Ицкриз был сильно просажен. Батулин уже подлетел под эти прострелы от тиммейтов, но, к сожалению, Ноков не было. Места все меньше на карте. Как же здесь умудряются парни диваном залетают Амакины. Что будет? Как ты посмотри, что по стрельбе? Нет, не хватило, посмотри. Ой, как же хорошо. Тиммейт из дистанции будет прикрытие или нет? Минус емте, минус все Амакины, отлично. Но потеряли, потеряли двоих. Бульвалорд остается последний. Ой, как неприятно. Ура, убыха, теряют. От Спайра у нас команда Фейс Клан. И рядом Блэйзы совсем с Фейс Кланом. Нужно как-то эту позицию защищать. Но то по спине настреливает реплайн и Фейс Клэйза уже не спасти. Да, здесь Фейс Клэйс. Это была месть. Показывается в лобе. Густав последний. Ой, как? Что? Как это было? Спайра, как же он четко Густава в этом туалете? Отлично, тут он велел. Густава, минус Фейс Клан. Мы поехали на Зен Лайс. Вот о чем я и говорил. Но Зен Лайс нужно было что-то, чтобы поехать. Но они просто убили конкурентов и едут на деревья. Ну да, это же прочекано было. Здесь умерли Амакины, умерли два игрока диванов. Тут еще и лута хватает, кстати. Мизины есть. Есть ЛГшки, от которых можно работать. Соответственно, перспектива в этой позиции очень даже неплохая. Самое главное наличие смоков. Так, подожди. Там ящиков. Как они? Десбокс? Десбоксах, я думаю, еще с достатком ящиков. Редлайны въехали все-таки на юг фермы. Нашли они для себя здесь местечко. Уютным его не назовешь, но при этом можно расположиться и можно существовать. И даже через какие-то смоки транспорт можно будет в дальнейшем либо пуш на северную часть фермы и основную осуществить, либо переехать там в Гарик, в складки, которые дальше идут. Да, вот ландшафт, который поле перед подъемом, но там есть где жить. Хорошо. Липсин, Аспайра. Отлупилась своей СЛРки. Просто вот без каких-либо вариантов. Он 20 всего, правда, прилетает. Бульбал Ворд у нас здесь в будочке. Ну, ему только надеяться, что будет северный прок-зона и как-то... Хорош. А он и есть. И северный прок-зона, и на тут с Винсеры придется заезжать в Граунд. Смотри, ладлайнер тут же в тачке и поехали. Куда они будут размещаться? Где? Поедут ли в левые складки, получается, да, от Гаррика и плюс-минус направляются они как раз туда. Так, надо посмотреть. По каждому, что переехали. Ну, это такое временное... Кидывают. Липсин в Ноки. Рип Найн очень много урона получил. Флейми дает ног по Майклу. Херузен также в Ноке от Мекси. Мекси добирает Херузена. Майкл также добирает его Флейми. До него нас добирает Сеня. Ну, начался обстрел. Тут Юнити пытались, видимо, к дропу как-то переехать, но все это под обстрелом Нави не получилось у Данимона. И Юнити нужно ротацию совершать. И на тут с Винсеры нужно ротацию совершать, а сверху там будут постреливать... Ой, какой неприятный Нок по Оранжу. И Тим Ликвид. Да, теперь неприятный Нок. И нужно поднимать своего тиммейта. Впереди поездочка для Батулина. Байк у него поломанный, но зато вроде бы нормальный. Баги вроде адекватные, да. Вроде целый, да. Он мог сам сломать эти колеса, потому что на нем приезжал вдруг Энс, и вот Батулина сейчас может пожалеть о своих действиях, как или своему заднее левое поломать. Как быть? Тут же складка, она не дает справа. Ну окей, Сета выбивает. Крис отлично пострелял. Выбивает он все-таки Сета. Добирает тут же, пока молодой на развороте. У него есть байк. Браво. Браво. Благо, можно развернуться и полететь. Но попадание все-таки присутствует. Нужно найти для себя позицию. Какую-то складочку, какой-то камушек. Находит Вадим. С другой стороны подбежать. Бульба лорда взрывает. Батулина едет задом. Батулина выбивает. Ты кто? С Крис. Господи, что? Так. Бестолыч подъехал очень близко к пока молодому. Выгоняет его из-за камня. У Вадима все очень плохо с позицией. Да. И забирает Вадима как раз-таки. Яник. Где Яник? Редлайны, поинты зарабатывают. Посмотри, как широко Яник... Яник, господи. Редлайны разместились. И могут позволять себе ноготь. Ноки от Айваса, Айвас из-за зоны стреляют, Айваса. Ты не хочешь в зону зайти? Ты, по-моему, не успеешь. Он, по-моему, не зарабатывает. Клип Нокайдзокера, Джимс Нокайдзокера клипа вот добирает. Бестолыч достается Айвасу. Яник падает у нас от Слейми. Айвас также Ноки оттел. Он стреливает Шифдабл. И по Натус Винсера выходит в отличную позицию для себя. Против Тим Ликви также может побоевать. Ну, как, второе этаж не понимает. Понимаю, да, по идее Айваса сейчас могут снять. Там отлично от Кили Кай прилетает. И по Айваса Кризу тоже неплохо Тим Ликви все-таки настреляли. Остается примерно там пять... Самое забавное, что байстендерс вообще их никто не трогает. Они как расположились на этой дороге горной, так и сидят. Там какие-то периодические прострелы дают. Вот чем ближе к ним противник подходит, тем ближе у них, ну, тем больше у них активность. Хаешечка немножечко не туда отрикошетила, неприятно. Оранж живет. Здесь портавца по брейксу. Хорошо, в ухо настреливает Йеллоу. Неприятное вмешательство со стороны постороннего коллектива. Прям в упор друг к другу сейчас хиляются игроки. Ну и оранж смока будет выходить. Киликай здесь, скорее всего, его заберет. Кризис от Джимза, вышли там Ликвид, начали фармить всю эту горку. Полетела флешка от Оранжа, еще одна флешка черепов мог, но поднимается уже наверх Киликай, и Бими дает ног по Джимзу, и Киликай Оранжа также нокает, добирает его сразу же. Брайкска в Нокии от Мэкси, и тап остается последним из игроков команды Натус Винсера. Но Ликвид продолжает из-за зоны действовать. В Нокии у них один из тиммейтов поднимает. Этот Джимс у нас лежит как раз-таки на четвереньках. Ибица будет его поднимать. Брайкска подползает к своим тиммейтам. Киликай раскидывает смоки, готов поднимать. Но он Лайтс на дереве все еще жив. И вот тут Липсин очень близко к ним подошел. Прям на дистанцию гранаты. Экскрис достается Табу. Отличный фраг. Стеланул у нас Табыч. Будет еще пытаться работать по противнику. Ибица добирает Брайкска. Ну и подходит. Подходят игроки команды Ликвид и взрывают Килика. Забирают последнего игрока команды Shift-W. А соответственно убирает конкурентов со своего направления. И расчищают очень большой пластарм для себя дальше перемещаться ближе к зоне. Но тут Блэйзы подходят уже в упор к игрокам команды Northern Lights. Но в уходе к ним заходит потихонечку. Пытаются они все-таки поджидать. Липсин периодически сюда посматривает. Рип-9 чуть дальше. Марв достается у нас Флейми. Залег один. Да, есть информация. Слышали. Слышали Дипа. Соответственно Дип разогревает очень интересную Хаешку. Долетит ли она или нет. Нет. Там 16 хитпоинтов с Липсина оторвало. Пытается все-таки большие пустые простреливать у нас. А Дип, ну и Спайра смотрит левее еще. Ну хорошо, хорошо. Постепенно так проходит расчетливо Northern Lights. Все позиции чекают. Нельзя сейчас терять тиммейтов даже в ноке. Потому что третья пати очень быстро может прийти. Очень мало места осталось в этой зоне. И мы видим то, что Team Liquid уже выходит в сторону Northern Lights. Клип дает ног по Perfectix. И теперь Блэйз здесь могут быть третьим пати в этом противостоянии. Полетела куча гранат от Team Liquid в сторону Спайра. Там по Perfectix прилетает небольшой урон. И Дип пытаются как-то задефать. Но Блэйз выходит в спину. Липсин, нок и Дипа сразу же выбирает. Эффект добрал Ибитс. Еще и по Спайра накидывает Рип Найн. Забирают здесь на пару Team Liquid и Блэйз. Игроков Northern Lights. Пятое место для них. Ну какие-то киллы есть. И потом все не так плохо для НЛТ. А вот Team Liquid их позицию занимает. О Блэйз информация также есть по нокам, киллфиду. И выходить могут гораздо увереннее. Так как их четверо. Да, пока что полноценной информации нет. Слишком много смоков лежит в лоу-граунде. И нету точной информации, что дальше. Аж за дальним лоу-граундом находится противник. Но можно набрать какие-то ресурсы с убитых до этого противников. И переместиться. В принципе, а почему нет? У них позиция позволяет дальше с новым проком круга. Просто вернуться на этот подъем в горку. И с него уже дальше собирать информацию по противнику. Показали. Он лежит рядом с мотоциклом. Мне кажется, что в такой ситуации рядом с мотоциклом нельзя лежать. Потому что его периферийным зрением быстро увидят. И вокруг него прочекают. А, там про него уже забыли. Ну, забыли. Я имею в виду то, что этот мотоцикл все равно периферийным зрением рано или поздно увидят. Хороший выстрел по Джимсу. Пытается отвечать у нас как раз-таки с Мосинке клип. Что он у Джимса отобрал болтовку? Как так-то вообще? Как Джимс позволил такое? Джимс-то основной снайпер был всегда у Team Liquid. Но я думаю, он не против. Поехали, Блэйзы. Пересаживается у нас Strip9. Жалко, нельзя это делать максимально быстро. Так, перейдеться. От Лазы. Там, кстати, прилетело по Биме от Лазы. И тут проезд был достаточно интересный. От Блэйзов хорошо накидывал. Прикрывающий игрок. Биме. Граната. И Губа просто под бойцом накидывает. Очень много урона, но разделился он между двумя игроками. Блэйз полетел Молик, но Липсин уже отошел к камню. И должны сейчас Байстендерс выходить в сторону Блэйз. Байстендерс опасаются. Обрати внимание. Им по-любому нужно будет выходить. Зона их заставит двигаться дальше, так как они окажутся на краю белого круга. Но у Байстендерс еще есть такая проблема, что они слишком пассивно отыграли. И вот как бы пассивно это все для них не закончилось. Потому что Блэйзы уже поджали с левого фланга для них. С правого фланга заходит потихонечку Ликвид. Да, понятно, что они не будут сейчас особо Ликвид выдвигаться. Это плохо, но это уже есть. На самом деле топ-4 минимум, поэтому неплохо. Нет, на позиции очень даже неплохо. Да, да, да. Тут как бы... Но нет головы у Биме. Там нету каких-то ресурсов, нету каких-то броников. Все очень плохо. У нас показывает Таба, который подполз уже под дерево. Находится он в зоне. Есть информация у Йеллоу поджимзу. Увидел он противника. Соответственно, будет уже меньше подставляться под оппонентов. Ну и теперь, да, видели походу. Клип видел. Все-таки игрока команды на Тусвинцера последнего. И будет смотреть. Просто выжидает. Ой, там Мэкси крутанул. Мэкси крутанул. Соответственно, сыбится. И все. Для Таба все закончилось. Топ-4. Ну, рано или плохо мы его бы нашли. Конечно же, если активных действий от игрока нет, все равно все края будут прочеканы. Одиннадцать, Эллайв. Ну и должны понимать, наверное, Team Liquid и Bystanders, то что не фулл составы против них кто-то точно. Ой-ой-ой, как же Ибица. Качнул, называется, противника. Да, наперед начал кидать Хьорт, а Ибица уже тут же развернулся и назад побежал. В итоге Хьорт расстрелял неизвестность. Ибица все-таки получил урон. Там есть гимни, которая на контроле. И такой кот в кот. Расстрелял неизвестность. Так, ссылочки, погнали дальше. Поднимаются. Да, у нас тут еще и режиссер подсказывает. Мемасики. Мемасики прямо в мозг летят. Да, сатана. Лаза, Липсин, Рип Найн. Нужно будет выходить им, кстати, на позиции, которые Йелл с Гаррика увидит. Учитывая то, что зоны нету никакой. Но и Team Liquid, видимо, с Bystanders как раз ждут каких-то действий от Блейса. И потом уже сами будут перемещаться друг к другу. Так, на будочку Рип Найн уже подбежал. В зоне пока находится. Не увидел Йелл. А, вот, теперь увидел. Там сам Рип Найн, собственно, дал о себе знать прострелами в Гарик, в котором находится Йелл. А Liquid у нас по-пластунски лежат. В четвером все лежат. Нормальное, хорошее окончание. Посмотри, Снежинка уже появилась. У нас целых три команды. 11 лайф. Посмотри, какое бодрое Рубилово. Есть информация. Пробежал у нас Йелл тут же, десантируется. Нужно перемещаться. Нужно смещаться вниз у Блейзов. Самое незавидное положение на данный момент. Вот, по ощущениям, да, как бы их два коллектива выжидают. Нет, ну, в смысле. У них Низины, смотри. У Бейстендерс Низины, смотри там. А вот пацанов просто выгоняет в одну из сторон. Хорошо! Лакс опрокидывает Джимса. Правда, Ибица отвечает по Лаксе. Отличная стрельба от Рипа. Минус Мекси. А вот теперь Бейстендерс могут подключаться. Там хороший молотов Лакси на лицо прилетает. Фьёрт, ну всё. Минус Блейзи. И дальше. Да, Бейстендерс теперь должны просто давить. Быстро давить, не ждать ничего. Смоки. Тут два нога. Один разрезался. Никаких тайминговых хранипу. Просто закидывать всё это дело. Закидывать. Не поднимают Ибица и Клип своих тиммейтов. А соответственно, минус Джимс сейчас будет. Догорает потихонечку и Мекси. Лох-хиповый Клип. Половина столбов. А у него... Хорошо, минус Ибица и Клип сейчас горит. Клип сгорел. Так ещё и... Для Блейзов плюс поинт. Что ты делаешь, мадрый человек? Ну классно. Третья пати. Он не видел. Он не видел, естественно, Молик. В Смоке, но продолжал включиться и гореть, да. Собственно, Клип игрок команды Team Liquid. Ну и вот видишь, да, кто начал файдиться первый. Естественно, что третья пати оказалась в плюсе, как это у нас всегда. И бывает в таких вот окончаниях игр. В PlayerUnknown's Battlegrounds. Но Блейзов стёрли за секунду в итоге. Я рад всё равно за Байстендерс, что они взяли первое место. Не, действительно, крутые коллективы. Окей, Блейз, они уже очень много себя показывали и на ТОБе, Трехард Фёздэй, и Team Liquid себя показывали вообще на многочисленных ланах и прочих мировых турнирах. И только где они себя не показывали. И в рамках там выступления за сборный, и в рамках выступления за свой тег. Но Байстендерс, они, по сути, новички и достаточно интересный состав. Не из суперзвёзд, я бы вот так сказал. За такие коллективы всегда приятно поболеть. Ну вот мне, во всяком случае, лично. Молодые звёзды, рождающиеся. Да. Когда команда не суперименитая, но они пробились там на Тир-1 уровень, да, вот на основные турниры, собственно, PlayerUnknown's Battlegrounds, которые у нас сейчас есть, серия. И здесь показывают свой какой-то уровень, свою игру, и классно. Классно наблюдать за такими командами, и особенно радостно, когда они переигрывают, собственно, грандов киберспортивного PUBG. Байстендерс, красавчики. Очень скоро мы с вами увидим. Может быть, это новый Астралис? Датчане же тоже. Может быть, может. Может быть, это молодёжка, молодёжка Астралис. Они датчане или... Подожди, они датчане. Денмарк. 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 100% Денмарк. Тогда всё правильно я сказал. Это молодёжка Астралис. Молодёжка Астралис. В PUBG. Да? Ну, как бы, шутеры, шутеры. Всё это FPS-шутеры, как бы. Хайлайты на наших экранах, дорогие друзья. Очень много интересного было. Сложная драка для Better Luck Next Time. К сожалению, немножечко не хватило. А, кстати, посмотри, как хорошо залетела всё-таки эта хаешка с ногом. Ну, ой. Он тут чёточку ещё и стрелял. Ему сейчас конкретно. В голову попасть сверху, естественно, проще. А вот назад ты по ногам там стреляешь. И поэтому... А вот и прострелы от Фейл. ...на лучшую позицию имел конкретно. Не, ну МФорс тут не было шанса вообще никаких. Этикеты. Какой шок. Просто Форелор там кодмарка. Да, засейвил, говорит, брат. А вот этот ближний Молик со второго этажа от игрока на Зунвальце, это было вообще 300 IQ реально. Он поджёг там всех. Да. Ну и Спайра тут с Батулином нормально понастреливали ещё. Подожди, от игрока Shift-W. Ой, Shift-W, да. Брэкско, Брэкско или Хрис, или Брэкско кинул этот Молик. Вот Батуллин пожалел, наверное, то, что сбил багги колесо, когда заезжал игрок команды Энс, и потом на этой же багги... Ого! Здесь ищ пуляк не хватило. Не было у Вилмага и 30 пуль. Чуть голову боковым зеркалом мотоцикла не унесло игрока команды Диван. Очень большая скорость была здесь на влёте. Вот если бы они медленнее подъезжали, они бы смогли выгрузиться хотя бы. А здесь, понимаешь, тормозной путь-то какой был? Метров 30, а в это время в тебя уже жаль. Да. Если бы на Зетке подъезжали, возможно, бы ещё и какой-то сумбур бы внесли здесь. Ну, Зетка была бы... Нет, я думаю, Зетка была бы, наоборот, ошибкой. Слишком медленно, думаешь, бы ехали, чтобы на подъезде сражались? По ним была инфа, понятно было, что кто-то будет заезжать, и ты просматриваешь подъезд этот. Очень себе, да. Странный каминг на флешку был. Обычно флешка же после того, как ударяется об какой-то... Ну, об стену, там, об камень, она быстрее взрывается. Не знаю, всегда отскок, а потом взрыв. Ну, вот смотри, у флешки, у неё 3 секунды, по-моему, если я ничего не понимаю. Если ты чеку выдернул, 3 секунды в руке ослеп, да. Да, но если ты просто выкинул... Если ты флешку кидаешь об камень, допустим, то после удара через секунду взрывается. Ну, я не знаю, я как бы не обращал внимания отскоки. Всегда отскок, она там отлетает метр-полтора, да. И она сразу же взрывается. И взрывается, да, да, да. Вот, и здесь Оранж накидывал... Почему это всё? Момент Килика и Оранж. И Оранж откидывал навесиком флешку, то есть если бы он её об камень ударил, то Килика и вряд ли бы вышел на Оранж. Есть у нас сравнение первого-второго места, Bystanders, Денмарк и Team Liquid, European Union. Второе место за Ликвидами. Total. 15 килл... 15 против 18. 15 поинт, да. 9 килл. Флейми. Красава. Феникс. И Йеллоу. И вот это два тиммейта, вот посмотри. Флейми и Йеллоу, да? Насколько разных, да? И Флэйм, да, фотографии выбраны откуда-то. Хотя вот у Флейми такое ощущение, что может быть и слана какого-то. Ну, форма типа присутствует. Но может быть это фотошоп, как у нас любят делать. Ну, в силу сложных... Худи там. Сложных обстоятельств у нас могут это... Одинаковые с Репнайном, видишь, полосочки. Кстати, да. Возможно, у Репнайна, как раз у Флейми фотографии не сланов. Ну, или там не в организации, так скажем, поэтому подставили. Так, Макси, Искрис, Ибица, Репнайн, Флейми. Так выглядит табличка дэммэдж лидеров. У нас тут теория Загорова, или это что такое прищур? Да-да-да, что мы тут? Кто? Почему вы делаете на такой форме? Что за форма-то? Откуда? Что за... В команде играли? Может быть, все, может быть, почему нет. У нас, кстати... А, ты в курсе, кто у нас тренер сейчас у Блэйзов? На секундочку. Нет, нет. Франкарио. Поздравляем, кстати, Франкарио. Франкарио из Сэллонов. Он владеет турецким? Я не знаю, он владеет сейчас тренерским постолком. На каком языке они тренируются? То есть, английский не родной ни для кого из них. Ни для тренера, ни для тренера. Значит, английский для них будет одинаково понятен. Одинаково не понятен. Ну, либо так, да. На самом деле, надо будет с ним как-то пообщаться. Это повод задать пару вопросов ему. Ну, а также, как играл... На английском ничего лишнего, понимаешь? Никаких вот этих междометий лишних на английском. Только четко по инфе и что нужно сделать. А мы передаем на интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Абсолютно-насистен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Уголоса и т.е. Спets из игры на пыльчик. Как вы понимаете, какимо понимаете, uper carries области в группе. У него не очень любятесь в группе, но подбирается в группе. Разве ли ты не поднимаешься до того, что ли вы новый gamesleф? Я не думаю, что мы будем использовать группы для того, чтобы помочь злить у себя за годом. Я думаю, что у нас будет fortsей за пыльчиком. Ага. Это все. fair enough toby over to you I want to hear from you T-Bone how I mean A you get a ton of good placements today which is normally extremely difficult especially in the first day because it tends to be I like to use the like wild wild west racing there are new teams thrown in the mix and what not but what do you do as a player and as a team to kind of keep your cool in games where to be fair for the most part you can't be sure what's going to happen lights turn off basically we just take every game as it goes basically we just take every situation we talk to each other I mean at PUBG right every situation is different so you're just trying to keep a cool head and focus on what you're doing everyone needs to be contributing and you just take fights as it is rotations as they are and then that's how you do it cool hi hello T-Bone I hope you're doing well I have a question as well I want to know like once we have this kind of this shifting lobbies like it's changing all the times and you guys are a fairly established teams both in terms of drop spot other people know you fairly well and you're coming up against you know like potential more unknown opponents how you how do you guys kind of prepare against these guys that you might not have played us so much against compared to some of the more established teams uh I mean you just got to keep aware right you you see where they drop roughly and then just expect the unexpected that's the best way to put it I think all right yeah when you're doing that expect the unexpected work T-Bone um how much of that is the players sort of getting together and discussing that and how much of that weight is actually placed on the coach is it more is it more coach and support staff almost like briefing you guys on what to expect or are the players very much involved in that process as well what does that look like I mean it's a bit of both right coach might say some suggestions of what might happen but it's really just on the players game sense and feeling the situation of every game you can more or less predict not not exactly predict but you can have a good guess of what's going to happen where people are going to go etc so yeah great well congratulations on uh what I think most will say is a very very successful day one and hopefully the momentum continues for you guys moving into the rest of the tournament so thank you very much for joining us thank you very much thanks guys поздравили T-Bone собственно с хорошим днем для них поинтересовался Yerosar по поводу того как они вообще чувствуют себя играя в этом лобби как они чувствуют себя с новыми командами и в целом типа он сказал то что мы продолжаем играть свою игру мы просто хотим еще и улучшаться за счет групповой стадии у них особо нет никаких скажем так задумок или целей на групповую стадию то есть они просто играют выиграть какое-то количество игр и в целом для них это все неплохо кстати а макины сегодня не побеждали но интервью у них взяли ну да ладно но макины идут что на хорошем плейсменте поэтому ну да день для них в любом случае хороший 58 поинтов мы видим и второе место это было перед стартом этого матча а вот и какая переобувочная переобувочная какая переобувочная и 61 поинт сейчас второе место для них по прежнему team liquid на третьем месте и но 11 этим ликит поэтому макины брали интервью так как они вторая команда по табличке за сегодня дальше уже плотнее но он лайтс мы слышали уже сегодня батуллин уже все рассказал как бы выдал все карты раскрылся старта что он все знает они знают как рецепт победы добывается как как куда чего нужно делать просто нужно это все реализовать вот и собственно 71 поинт после первого игрового дня очень 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 хороший результат по 13 12 поинтов там за игру типа 12 ну или там 11 с лишним черити шоу даун europe day 2 был у нас давно видимо а пока это второе расписание не меняется 7 8 9 10 11 и 12 матч групповой стадии будет у нас завтра это все центральное европейское летнее время мы же час плюсуем ну или в зависимости от вашего часового пояса откуда вы нас смотрите также ориентируйтесь на это время 19 на 0 для киева москвы и минска да так по расписанию поговорили о чем еще тибон тибон говорил про тренера то что какую роль тренер играет точнее вопрос был от юросара какую роль тренер играет у них в коллективе что он вообще делает то есть он как-то брифинг проводит перед играми или говорит в принципе как с этими коллективами нужно играть и тибон сказал то что ну все из этого он делает плюс еще дает сразу же после игры аналитику как происходило глобально да ситуация вокруг игроков команды амакин и они это тоже берут на заметку тренеры нужны тренеры важны вот что сказал нам тибон как тебе день давай резюмировать наверное ауч день я хотел нас уже отправить отдыхать но все-таки резюме нужно подвести ты правильно подметил хост из тебя тоже сегодня михаил сегодня лучший это факт дорогие друзья плюсик в чат пожалуйста за михаила вот а помимо того что команда мы уже должное отдали немножечко на себя перетянем одеяло совсем чуть-чуточку они на самом деле день здоровский очень много хайлайтов очень много интересных моментов нам подарили коллективы на есть легкая обидка за некоторые наши команды что у бутерлаков не заходит игра что диваны вроде бы и ротируются очень даже неплохо перемещаются и индивидуально вроде не особо проседают как бы ну не видно да чтоб растерянно они как-то перемещались как-то плохо стреляли вроде все могут но позиции не удерживает если про диванов маленькая ремарочка да 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 то о чем я говорил на стадии когда закончили скрытые квалы что попасть в этот турнир как бы это полдела а вот дальше а дальше будет серьезные вот эти сложные лобби где вот то что ты хотел сказать ну то что ты говоришь что не прощает хороших ротаций да где просто ну excuses и хорошие ротации это вот вот такая вот долечка долика победы все остальное уже дальше будет зависеть и от удачи и от невероятных таймингов и от невероятного геймплея взаимодействия с тиммейтами сольного исполнения мы сегодня видели разное и командное выступление со стороны команды но он лайтс индивидуальные показательные такие выступления от мэкси от скуйки и от других ребят ну в целом как бы здорово день зажег день зажег во мне искру как говорится я же долго ждал почти месяц мы с тобой ждали этого момента впереди еще целых два дня на этой неделе завтра послезавтра потом у нас будет легкий перерыв в течение четырех дней и еще три дня групповой этапа ну что пора заканчивать михаил спасибо тебе огромное у тебя есть еще что добавить в тебе режиссера и вы его не отпускать нет ладно всем спасибо кто приходил я считаю то что отлично у нас начался pcs 2 очень крутые моменты и мемные и супер классная индивидуальная игра от игроков очень рад за натус винсера то что отлично они себя показывают первым не надеюсь то что у них все получится better luck просыпайтесь всем спасибо и все до завтра